МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 16 октября 1992 года индийская пресса сообщила о бесследном исчезновении в Тихом океане торгового судна «Морская звезда». За пять дней до этого корабль с грузом чая, командой и десятью туристами на борту вышел из порта Бомбей. Береговая охрана получила сигнал СОС, однако судно не обнаружило. Корабль и все пассажиры числились пропавшими без вести до 16 октября 1995 года. В этот день рыбаки увидели, как в том же районе неизвестно откуда на их глазах появился большой корабль. Поднявшимся на борт представителям береговой охраны капитан рассказал, что передал СОС после внезапно налетевшего шквального ветра. Но спустя два часа шторм также внезапно стих. На календаре в кают-компании было 16 октября 1992 года. Хотя для всех жителей Земли прошло уже три года. В декабре 2001 года Марина и Алексей отправились в лыжный поход. Маршрут проложили по живописным лесам Дмитровского района Подмосковья. Всего порядка 30 километров. Погода была комфортная. Минус пять – легкий снежок. На ночлег решили остановиться на небольшой лесной поляне. Ночью погода внезапно переменилась. В палатке все сильнее слышалось завывание в юге. А под утро молодые люди услышали необычные звуки. Это было достаточно странно, потому что место было достаточно глухое, отдаленное от населенных пунктов. Мы зашли очень далеко и очень странно, тут не могло быть никаких людей. Внезапно в лесу раздались крики и автоматные очереди. Сомнений не было. Поблизости шел настоящий бой. Прислушавшись, Алексей обомлел. Крики были на немецком языке. Когда я выглянул из палатки, я увидел, что сквозь метель идет бой. Там дрались люди, слышались автоматные очереди, сияли какие-то языки пламени. И рядом с палаткой прямо упал человек. Его, видимо, застрелили. Я хорошо успел его рассмотреть. Он был в форме, в фашистской форме. После этого метель стала плотнее, а ветер усилился. Алексей застегнул палатку и повернулся к Марине. Просыпаюсь среди ночи, вообще вьюга, выстрел, шум. Явно слышно немецкая речь. Лешка пошел посмотреть, что там вообще творится. Вернулся, у него вообще лица нет. Вскоре ветер стих. Вокруг была абсолютная тишина. Когда молодые люди решились выйти из палатки, над лесом уже взошло солнце. Уже ничего этого не было. Метель стихла, была полная тишина. И никаких звуков, голосов не было. Что было очень странно для меня, да. В то, что случившееся было простой галлюцинацией, Алексей поверить не мог. Вернувшись домой, он стал искать информацию о сражениях, которые происходили в Дмитровском районе Московской области. И выяснил. В эти же дни, только 60 лет назад, в этом лесу проходил бой. Советские войска тогда впервые, с начала войны, смогли отбить атаку немецких войск, освободить город Яхраму и отбросить фашистов. Но каким образом события 60-летней давности появились в нашем времени? Мы все знаем, что такое миражи. И это введение предметов, которые существуют одновременно с нами в нашем времени, просто на относительно далеком расстоянии. Хрономиражи – это термин, который был вынужден я придумать, для того, чтобы объяснить, каким образом человек может увидеть предметы или происходящее, или то, что происходит, не просто далеко от него в пространстве, но далеко от него во времени. Сходный феномен регулярно наблюдают на севере Нижегородской области. Над озером Светлояр возле села Владимирское. Тихими вечерами здесь появляется полупрозрачный старинный град с массивной стеной и златоглавыми церквями. Городские ворота закрыты, а по стене ходит стража в доспехах, вооруженная луками и копьями. Я даже заметил не просто совпадение, а даже вывел для себя некие достаточные условия. Должна быть определенная влажность воздуха. То есть самые оптимальные условия – это ранняя утренняя роса. Вот в этот момент почему-то складываются условия, подходящие для передачи информации во времени. Разгадка хрономиражей кроется в специальной теории относительности Эйнштейна. Наш мир состоит минимум из четырех измерений, одно из которых – время. Для описания любого явления нужно знать не только где, но и когда оно происходило. В зависимости от разных факторов, пространство-время может значительно менять свою форму. Искривляться. Например, под действием притяжения звезд или гигантских черных дыр космоса. В этом случае возможно появление некоего короткого пути. Физики называют это эффектом топологической ручки. Допустим, у нас вот в этой точке произошло какое-то событие. Ну, допустим, какой-то взрыв. Сигнал об этом событии пошел и по ручке, и в обход. По нашему обычному проценту времени. Ну, здесь сигнал об этом событии, допустим, он начался здесь. Вот здесь он где-то угас. И тут уже мы никакого взрыва не видим. Впоследствии взрывы здесь кончились. Но на ручке они здесь еще не кончились. И в результате, когда наблюдатель, идущий по обычному времени, дожил вот до этого места склейки с ручкой, он опять увидел этот взрыв. Он увидел этот взрыв. У него возник хрономираж. Поэтому он увидел вот это вот... Вот это же событие я увидел второй раз. Исследователи подметили, чаще всего хрономиражи возникают в местах, где некогда происходил мощнейший выход человеческих эмоций. События, в которых принимает участие много людей, образуют мощную электромагнитную волну. Такие волны проходят сквозь время и несут в себе детальную информацию о происходившем. Причем не только из прошлого в будущее, но и наоборот, из будущего в прошлое. Сигнал о явлении, который возник раньше самого явления. Это следует из решения волнового уравнения. То есть математик может утверждать, что в теории это есть. В 1898 году в Англии был издан роман «Тщетность». Его автор, отставной капитан и известный американский писатель Морган Робертсон подробно описывал историю создания и гибели огромного шикарного корабля под названием «Титан». Корабль со страниц романа был чудом техники конца 19 века и в точности походил на легендарный «Титаник», к постройке которого на верфях Северной Ирландии приступили только в 1909 году, то есть через 11 лет после публикации романа. Так вот, если предположить, что от «Титаника» шла не только прямая, но и обратная волна по времени, а этот писатель обладал некоторой, пусть даже слабой способностью воспринимать эти обратные волны, то, в принципе, то, что ему казалось его собственной фантазией, могло на самом деле быть просто реальной проекцией реального события. По словам самого Моргана Робертсона, образ гигантского тонущего судна, крики людей, гигантский айсберг и прочие детали кораблекрушения явились ему во сне во время болезни. Роман оказался пророческим. 14 апреля 1912 года самый большой и шикарный корабль своего времени «Титаник» действительно столкнулся с айсбергом и затонул спустя 2 часа 40 минут. Из 2224 человек на борту погибло 1513. С описанием в романе совпало и количество шлюпок, и характер пробоины, от которой не смогли спасти водонепроницаемые отсеки. Хрономиражи передают изображения не только из прошлого в наше настоящее, но и из будущего корабли пришельцев, которые почему-то не вступают с нами в контакт. На самом деле это точно такие хрономиражи это изображение другого времени, только не нашего прошлого, а нашего будущего. То есть мы видим некие корабли, летающие рейсами Петербург-Москва. В начале 80-х Евгений Галамолзин работал геологом. Свою коллекцию минералов он собирал по всему Советскому Союзу. Этот камень Евгений привез из Башкирии. Именно там ему впервые довелось столкнуться с изменением течения времени. Была плохая погода. Мы ехали по горной дороге, по грунтовой. И вскоре начался сильный дождь и град. Было понятно, что машина может соскользнуть. Мы сели вперед, открыли передний борт. И несмотря на дождь, мы сидели впереди, чтобы в случае чего можно было успеть выпрыгнуть из машины. Внезапно звук града стих. Через борт грузовика Евгений увидел, как переднее колесо машины скользило по грязи и медленно приближалось к краю пропасти. Я думаю, почему не прыгают? И уже весь напрягся, чтобы это сделать. И потом, вот когда я напрягся, когда напрягся и приготовился, вдруг изменился вот этот фоновый звук. То есть в нем появилась такая какая-то басовитая нотка. И машина начала отползать от края. И потом мгновенно все пришло в норму. Тогда Евгений особого значения своим наблюдениям не придал. Вспомнилось об этой ситуации несколькими годами позже. В составе группы геологов он изучал свойства горных пород на угольном разрезе в Кузбассе. Добыча угля в этих местах проводилась открытым способом. Прикрывающую угольный пласт породу взрывали динамитом, после чего экскаватором собирали уголь. Размеры горнодобывающей техники поражают. На этой фотографии Евгений стоит рядом с самым маленьким экскаватором. В такой ковш свободно помещается легковой автомобиль. Глыбы, которые не поместились в ковш, называют негабаритами и взрывают по второму разу. Именно под такой взрыв и угодил молодой геолог. После моего маршрута возвращался на место, где мне должна была быть забрать вахтовка. Ну а поскольку я срезал, у меня было довольно много времени свободного, я решил подождать здесь сесть, пока привести в порядок записи. Евгений заметил, как грузовики перекрывают дорогу. Обычно так делают саперы, чтобы обезопасить людей от разлетающихся каменных глыб. В следующий момент геолог обнаружил, что случайно оказался в зоне оцепления. Идет вахтовка с той стороны, где стоит самосвал. То есть получается, что я сижу в зоне оцепления. То есть и судя по расстоянию, это как раз эпицентр взрыва. И вот я только успел это подумать, я начал судорожно смотреть, где, 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 а ничего не видно, потому что я сижу внизу, а взрывать, видимо, где-то будет, может быть, выше. И вот в этот момент раздается взрыв. Щебень и многотонные глыбы разлетелись на сотни метров. Смерть в такой ситуации была неминуема. Происходившее дальше Евгений может описать с необычайной точностью. Время как будто остановилось. У меня была полная уверенность, что я могу убежать. У меня на это хватит время. И параллельно я наблюдал за тем, что происходило сверху. А сверху, ну, это было красивое зрелище на самом деле, потому что вот этот гриб, он начал расширяться и расползаться в стороны. Вот. Я видел вот траекторию полета в каждого камешка. За ним тянулся шлейф пылевой из мелких оскоков. Евгений с легкостью уклонился от нескольких глыб, совершил гигантский прыжок и укрылся за огромным валуном. Я упал, и время идет долго-долго. Я отлежу, думаю, быстрее, быстрее, быстрее. И я чувствую, что это все близко, вокруг такой вот каменный дождь. Каменный дождь. И потом все прекратилось. Время возобновило нормальный ход. Геолога не задел ни один, даже самый маленький камень. Местность стала напоминать лунный пейзаж. Огромные валуны валялись везде. Евгения охватил ужас. Я встал, и я впервые тогда понял, что такое выражение, подгибаются коленки. То есть я не могу стоять, у меня коленки подгибаются. И еще вот одну вещь я заметил, на мне не было пыли. То есть я не отряхивался, ничего. Сам Евгений уверен, его заслуги здесь нет. Спасительное замедление времени произошло помимо его воли. Как будто кто-то на несколько секунд извлек обреченного на гибель человека из нашего мира. Церковь называет такие случаи чудесами и объясняет участием ангела-хранителя. Биологи говорят о скрытых возможностях организма. Но наиболее интересную версию предлагает физика. Наш мир является частью более сложного многомерного пространства. В стрессовой ситуации человек на мгновение оказывается в другом измерении. Наш трехмерный или четырехмерный даже мир вместе со временем вложен в мир больших измерений. Да, ну, в разных теориях вот этих, количество этих дополнительных измерений различно. Рекорд пока поставила теория, в которой 256, кажется, этих самых дополнительных измерений. Вот. Вот в той науке, где есть такие дополнительные измерения, в принципе, нас можно наблюдать как некую такую четырехмерную поверхность в пространстве гораздо большей размерности извне. Вот наблюдатель должен находиться вот в этих дополнительных измерениях. Эти теории многое объясняют. Они позволяют решить очень много задач. Летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев с феноменом измененного течения времени сталкивался неоднократно. На его счету тысячи испытательных полетов, десятки аварийных посадок. В экстремальных ситуациях время растягивается, становится длиннее. Ну, по моим понятиям, примерно 15-20 раз. В октябре 1977 года на аэродроме Мартыновская в Николаевской области была построена вся 5-я воздушная армия. Более 5000 пилотов со всего Советского Союза. Руководство ВВС беспокоили большие потери. Эти данные были строго засекречены. В начале эры сверхзвуковой авиации из-за отказов техники страна ежегодно теряла по 120 военных летчиков. На основании постановления ЦК КПСССР было знаменитым приказом номер 100 Министерства обороны об обеспечении безопасности в вооруженных силах, военно-воздушных сил СССР. Для спасения жизни экипажа в аварийных ситуациях существовали катапульты, но большинство пилотов пользоваться ими боялись. Летчик-испытатель Магомед Толбоев в то время служил начальником парашютно-десантной подготовки полка. Он должен был продемонстрировать пилотам технику катапультирования и посадки с парашютом. Вот мне был подготовлен МиГ-15, я на нем много летал, но первый раз мне надо было катапультироваться. Специально для зрителей катапультирование происходило на высоте всего в 600 метров над землей. Отделившись от самолета, Толбоев понял, система открытия парашюта не сработала. Испытатель камнем летел вниз. Вот как раз и не сработало, вот это, что мне должно было освободить от кресла. И мне пришлось это вручную все делать. У нас есть там определенные рычаги, да? Вручную оттолкнуть, а он уже летит, падает, этот камень. Кресл весит 120 килограмм. Я вам мундировал, например, на 100 килограмм. И вот 220 килограмм несется к земле. Магомед Амарович прекрасно помнит проплывающий внизу строй пилотов, медленно удаляющийся самолет и плавно приближающуюся землю. Нужно вручную отстегнуться от злополучного кресла и самостоятельно открыть парашют. Иначе неминуемая гибель на глазах сотен людей. Я чувствую, я лечу. Ничего себе! Так долго лечу! И я понимаю, что не сработало. КП-3. Это командный прибор, который должен был это все сделать. Я выдергиваю кольцо, открывается парашют на высоте где-то 60 метров. Большинство из собравшихся даже не успели заметить, что катапультирование произошло в аварийном режиме. В другой раз Толбуеву пришлось столкнуться с феноменом замедленного времени при испытаниях стратегического сверхзвукового бомбардировщика Су-7. Очень серьезная машина. Сверхзвуковая. Максимальная скорость 2200. Носитель ядерного оружия. Это как созданный степень бомбардировщик для комикадзи, у которого была маленькая дальность, но большая возможность разрушительной силы. Едва оторвавшись от земли, экипаж самолета услышал в хвостовом отделении сильный взрыв. На высоте всего в 120 метров тяга пропала почти моментально. Планировать на такой скорости бесполезно. Отказ на двигатель, на взлете. Что я могу сделать? Я могу сейчас и не трогать, и плюхнуться. Ударился бы хвостом, самый длинный. После удара хвостом я бы ударился носом и зарылся в землю. Меня просто расплющил бы там. Но я успел шасси поставить обратно. Удар приняли сейчас. Шасси вышли через плоскости, обратную сторону. В 1989 году эти кадры обошли весь мир. На авиасалоне «Ле Бурже» во Франции разбился новейший советский истребитель МиГ-29. Спасение летчика Анатолия Квочура тогда многие назвали чудом. В критической ситуации ему удалось отвезти падающий самолет от трибун и катапультироваться за считанные доли секунды. Это тоже помпаж двигателя. Но единственное, это двухдвигательная машина. Один двигатель выдерживает полет полностью. На одном двигателе. Но он был на сверхмалой скорости. То есть он шел плащмя, вот так, тормозя, то есть толкая воздух брюхом. Не рассекая носом, а толкая брюхом. И один двигатель его не мог вытащить. И поэтому он начал сваливаться на бок. Если это большая высота, то ничего не было бы. Он пошел бы вниз, набрал бы скорость и примерно пришел бы домой. Но высота 100 метров. 100 метров. Это он пока накрылился, пошел вниз. Это уже 90 метров. Потом 80 метров. И он тут при решении катапультироваться. То ли мне тоже рассказывал. Ему казалось, это вечность. Позже пилот вспоминал. Он как в замедленной съемке видел собственный складывающийся на глазах самолет. Удар о землю, взрыв. Разглядеть мельчайшие подробности гибели своего самолета Квочер сумел, приближаясь к земле со скоростью 14 метров в секунду. С точки зрения пилота, время замедлилось. И он остался жив. Случаи замедления собственного времени не у летчиков-испытателей при авиакатастрофах Магомед Толбоев объясняет в первую очередь мужеством и профессионализмом. Есть время, сжатое до мгновения. И есть время, сжатое, которое растягивается. Это психологический фактор той личности, которая оказалась в этой области. Первый, которому кажется секундным мгновением, это трус. Это человек непрофессионал. Это человек, который неподготовлен. Есть профессионалы. Это вторги. Которыми три секунды кажутся вечности. Потому что он работает. Изучив массу временных феноменов, исследователь Вадим Чернобров пришел к выводу. Собственная машина времени есть внутри каждого человека. В обычной жизни эта система отвечает за синхронизацию внутренних биологических часов во всех клетках организма. Такая настройка ежедневно происходит во время сна. Большинство людей, находящихся в спокойной обстановке, то есть это не те, кто находится на войне или работает летчиками, космонавтами, во сне очень часто сталкиваются со смертельно опасными историями. Вот таким образом организм искусственно поддерживает себя в таком боевом состоянии. В состоянии бодрствования включение биологического механизма управления временем происходит спонтанно. Все попытки задействовать эту систему при помощи сознания обречены на провал. Современная физика знает два способа изменять скорость движения времени. Из теории относительности следует, время замедляет свой бег на быстро движущихся объектах и на объектах с высокой силой тяжести. Вот эта вот земля это Юпитер. И мы отправили сюда робота. Мы обнаружим странную вещь. Мы этого робота испытали на земле и он у нас работал с определенной скоростью. А сила тяжести на Юпитере во много раз больше, чем на земле. Вот те процессы, которые должны происходить быстро за счет электроники, мы заметим, что электроника стала работать ощутимо медленнее, потому что он находится в зоне, где все процессы, в том числе электрические, происходят несколько медленно. И наоборот, чем дальше от какой-либо большой планеты будет находиться космический корабль, тем быстрее на нем будет идти время. Это обыкновенный навигатор. Он получает сигналы со спутников и на их основании определяет собственные координаты на карте. Но большинство владельцев навигаторов и не догадывается, для того, чтобы их системы работали точно, на орбите уже создана машина времени. Работают две системы навигационные, GPS и GLONASS. На всех этих системах постоянно проверяется синхронность часов на разных спутниках. Там в каждой из этих систем два с половиной десятка спутников, и они все должны, их часы должны работать синхронно. Для этого надо вносить поправки. Поправки вводятся в соответствии с представлениями о изменении скорости хода часов в гравитационном поле и в зависимости от относительной скорости. Чем быстрее летит спутник, тем медленнее идут часы, чем выше находится спутник, тем быстрее идут часы. Светлана Степанова уже более 40 лет работает в НИИ медико-биологических проблем. Она изучает возможности человеческого организма в нехарактерных для Земли временных условиях. Такие исследования необходимы в первую очередь космонавтам. В 60-х, 70-х годах в институте был поставлен ряд уникальных экспериментов. Поводом стали все более длительные полеты человека в космос. Оказалось, что на расстоянии 280 километров от Земли, где находится орбита пилотируемых станций, сутки космонавтов составляют менее 24 часов. Тогда специалисты по планированию считали сутками такой период, в который укладывалось точное число, а именно 16 витков. В рамках этих суток общая продолжительность их составляла не точно 24 часа, а 23 часа 40 минут. Перед сотрудниками института была поставлена задача экспериментально проверить возможность человеческого организма адаптироваться к необычной продолжительности суток. Молодые ученые решили не мелочиться. В первом эксперименте сутки длились не 24, а 48 часов. Примерно столько будет продолжаться день на планете вдвое превышающей Землю по массе и объему. Мы могли спать 12 часов, больше у нас не получалось, у нас никаких ограничений в этом плане не было, мы могли спать столько, сколько хотели. с 12 утра до 12 часов ночи следующего дня продолжался рабочий день 36 часов бодрствования. График жизни четкий, за исключением времени на принятие пищи ни одной свободной минуты. Спать нам категорически запрещалось в это время, потому что это был период бодрствования. Примерно в 5 часов утра нас начинала охватывать сильнейшая сонливость, а эксперимент проходил в зимнее время. И тогда мы брали большие деревянные лопаты, заранее приготовленные, и шли во двор расчищать дорожки от снега. Кроме того, были морозы, и это нам тоже помогало поддерживать бодрость. По окончании физической работы небольшой перерыв на чай и вновь запись параметров работы организма. На 28-м часу 48-ми часовых суток сознание начинало давать сбои. Вот начинаешь считать пульс. Время полшестого или шесть часов утра. Спать хочется невозможно. Вот считаешь. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. И тут же остатками сознания ловишь себя на том, что ты засыпаешь. И тогда уже пытаясь считать второй раз, уже сосредоточиваешься и этого не происходит. Но для того, чтобы получить точные данные, мы такие подсчеты делали три раза. В таком режиме молодые организмы участников эксперимента смогли выдержать всего десять циклов. Через двадцать земных дней эксперимент пришлось прекратить в связи с полным физическим и психическим истощением испытателей. Утром подходили к зеркалу, женщина ведь всегда смотрится в зеркало на себя, то мы видели там свои лица постаревшими лет на десять-пятнадцать примерно. То есть лицо было бледное, оно выглядело осунувшимся и утомленным. Мы не смогли приспособиться к таким суткам, что наш организм четко воспроизводил 24-часовую периодичность и по самочувствию, и по физиологическим показателям. Аналогично закончились эксперименты с 16-ти и 23-часовыми режимами. Удивительнее всего оказались результаты эксперимента, в котором сутки человека продолжались ровно 25 часов. Закрытые в замкнутом помещении без окон участники в какой-то момент полностью приспособились к новому ритму жизни. Оказалось, что действительно в условиях изоляции от привычной системы датчиков времени сутки могут удлиняться до 25 часов по некоторым данным и больше, но все-таки большинство исследователей склоняются к тому, что это 25 часов и значит, если человеку в этих условиях не навязывается никакой 24-часовой распространяется. Но откуда у человечества появилась возможность на целый час увеличивать свои суточные ритмы? Традиционная наука считает лишний час допустимым люфтом, который природа предоставила человеку. Но есть и другое мнение. 25-часовой ритм жизни явное доказательство инопланетного происхождения человечества. Результат генетической памяти. Именно столько продолжались сутки на прежней родине одной из планет системы Сириуса. В пользу этой версии говорят многочисленные исторические документы. Книга Еноха так называемая их две славянская и сиропская две версии. Вот. Но обе в общем-то совпадают. Она древнее Библии. Там написано, что с неба спустился отряд в 200 ангелов. Они начали набирать гербарий, изучать землю, да, каждой твари по паре, учить людей. Упоминания о людях, сходящих с неба и несущих знания, есть в древних индийских и кельтских рукописях, в египетских папирусах и в тибетских манускриптах. Более того, во многих древних документах говорится о некоем послании, которое боги оставили будущему повзрослевшему за века человечеству. Владимир Пахомов уверен, ключ к разгадке тайны времени уже 6 тысячелетий хранится на земле. Они оставили календарь, потому что каждый человек рождается, изучает этот календарь в обязательном порядке и помнит, и передает следующим. Система исчисления времени, принятая на земле с глубокой древности, не что иное, как зашифрованное послание, оставленное нашей цивилизацией высшим разумом из другой галактики. Известно, что одна из самых священных клятв египетских фараонов при вступлении на трон была клятва не делать в календаре никаких изменений. То, что календарь творения инопланетное, на сегодняшний день можно считать доказанным фактом. Наш календарь создан не по наблюдениям за движениями Солнца. Наш календарь создан по наблюдениям за движениями Сириуса. Звезда Сириус, самая яркая на небе. Соотношение чисел в календаре подробно описывает видимую скорость движения всех планет Солнечной системы, так называемый Халдейский ряд. Это было известно еще в древнем Вавилоне. Но самые тайные сведения календаря оказались записаны в цифровом формате. До появления компьютеров их расшифровка была невозможна. Вот цитата из той же книги Еноха. Я знаю тайну и читал небесные плитки и нашел написанное в них и написал о них. Но не для этого поколения, а для отдаленного, которое придет. На стене древнего Софийского собора в Киеве находится этот календарь. В отличие от известного календаря Майя он не заканчивается никогда. Просто раз в 28 лет начинается сначала. Буквы в клеточках обозначают день недели, с которого начинается каждый последующий год. В этом 28-летнем цикле и оказался скрыт тайный код, с помощью которого математику удалось прочитать послание высшего разума. Заменив буквы цифрами, он получил цифровую матрицу календаря. Матрица оказалась точь-в-точь похожа на кости домино. Шумерская запись чисел от 0 до 366. А 366 мне сразу ассоциация это максимальное число дней в году. Общая сумма чисел в домино равняется 168. Именно столько часов в неделе. кости уложились ровно в 7 строк. Сумма чисел в каждой из которых оказалась равна 24 часам. Математики называют это магическим прямоугольником. Таблица и впрямь оказалась магической. Если положить на каждую половинку домино шестью очками монетку, то получится я положил созвездие Ориона. У нас 7 чисел всего используется. у нас есть 7 нот. Поставил соответствие каждое число свою ноту и записал эту табличку нотами. Пахомов получил вот эту мелодию. Слушая музыку можно избавиться от головных болей и разных хронических болезней. Однако самая большая тайна оказалась скрыта вот в этом изображении острова. Два года Пахомов изучал снимки Земли из космоса. И вот наконец увидел остров с именно такими линиями. Он оказался не в океане, а посреди древнего известного своими легендами озера Титикака в Южной Америке. Это знаменитый остров. Его все легенды Южной Америки говорят, что на острове Солнца возникло человечество. И это начало всей цивилизации. Пахомов уверен, именно на этом острове скрыта капсула времени. Обнаружив ее, человечество сможет перейти на принципиально новый уровень развития. Дополнительно масло в огонь исследований подлили лингвисты. Дело в том, что местное население на берегах озера Солнца говорит на уникальном языке Аймара. По мнению ученых, он, как и календарь, дошел до наших дней из глубокой древности практически без изменений. Структуру этого языка ученые называют троичной, что делает его гораздо более выразительным, чем все остальные двоичные языки планеты. Не случайно именно язык Аймара программисты ООН использовали для создания универсальной программы переводчика на 26 языков мира. На топографической карте острова место, где находится скрытый вход, обозначено словом Куна, что на этом языке означает вещь. Вот когда послание мне указало в эту точку, это пятно было видно и без меня. Там круг такой. Через две недели Гугл заменил карту. Кто-то очень не хочет, чтобы послание инопланетян было обнаружено. Ведь его находка грозит переустройством мирового порядка. По одной из версий в пещере на острове Солнца находится некий носитель информации. Он оставлен на Земле 6 тысяч лет назад и должен содержать инструкции по дальнейшему развитию человечества. То, что календарное послание закодировано в цифровой форме, сомнений не вызывает. Кто мог использовать компьютеры 7 тысяч лет назад? Кто мог использовать цифровую передачу данных? Кто мог использовать цифровое кодирование изображений? Кто мог использовать цифровое кодирование музыки? Наш календарь это свидетельство, что была какая-то высокоразвитая цивилизация, по сравнению с которой мы до сих пор все еще дети. Изучая древний язык аймара, ученые с удивлением обнаружили. У говорящих на нем индейцев понятие время не такое, как у нас. Будущее у них это то, что осталось позади, а прошлое это то, что им еще предстоит увидеть. Возможно, посылка инопланетян за дверью скалой и есть машина времени. Путь в Пятое измерение. Проникший туда исследователь перенесется на 6 тысячелетий назад, в тот момент, когда представители высшего разума создали базу на земле. Тогда и состоится предсказанный контакт цивилизаций. Круг времени замкнется, путешествие в прошлое станет скачком в будущее. Те, кого давно нет на земле, откроют людям тайны времени. Рязанская область. Деревня Лесное Конобеево. С виду обычная российская деревенька. Ее тайна скрыта глубоко под землей. С 18 века здесь строился огромный лабиринт. По местной легенде, именно он скрывает вход в исчезнувший некогда мифический город Арту. Жители деревни рассказывают, что периодически из-под земли слышатся завывания и грохот камней. Однако рязанские спелестологи, а именно так называют исследователей рукотворных пещер, в чудеса не верят. Их эксперимент сугубо научный, ведь здесь под землей наблюдаются явные временные аномалии. Общая длина лабиринта превышает 5 километров. Без света, конечно, бесполезно не выйдешь, а так, ну, погуляешь дня два, потому что система представляет собой. Ну, проще говоря, вот мыши, мыши ели сыр, как сыр Моздам, то есть это выбирали максимальное количество породы, оставляли колонны, и образовывался так называемый колонник, то есть подземная система лабиринтного типа. Она довольно запутанная и находится на относительно небольшой площади, но ходов, протяженность большая. проникнуть внутрь системы можно только через длинный и очень узкий лаз. Это нескончаемая сеть коридоров и гротов. В некоторые можно пробраться только ползком. Цель исследования на себе ощутить разницу в ходе времени в необычных ситуациях. Самый глобальный из подобных экспериментов со временем еще в 1962 году провел знаменитый французский спелеолог Мишель Сифр. 16 июля он в одиночку спустился в пещеру с Карасом. Выйдя через два месяца, он считал, что на календаре должно быть 20 августа. На самом деле он прожил в пещере до 14 сентября, то есть под землей время экспериментатора замедлилось на целых 25 дней. Будет ли наблюдаться подобное изменение хода времени в рукотворной пещере? Это и предстоит выяснить. Главное условие эксперимента никто из находящихся под землей не должен иметь ни малейшего представления времени. Часы и мобильные телефоны сдают хранителю. Моя роль как хранителя времени заключается в том, чтобы отслеживать реальное время и сверять его с временем, которое считают, что прошло пациенты. Хранитель времени фиксирует начало эксперимента. Ксению и Михаила разводят по двум разным удаленным гротам каменоломни. Выбраться отсюда без света просто невозможно. Кричать тоже бесполезно. Известковые отложения Древнего моря поглощают все звуки уже через несколько метров. участникам эксперимента сообщают, спасательная группа вернется за ними через час. Несколько минут спустя догорает агарок свечей и люди погружаются в полную темноту. Без помощи спасателей они обречены на верную гибель. Мы сидели, пили чай, там ели тортик и там парни, а сколько сейчас времени? Да мы 20 минут только сидим. Ну давайте еще чаю попьем. Давайте. определить сколько времени прошло на самом деле, когда придет пора вызволять заложников темноты спасательная группа не может. Ориентироваться приходится только на свое восприятие времени. О реальном положении вещей знает только хранитель времени. Но он молчит. Когда группа принимает решение отправиться за пленниками, на самом деле прошло уже час сорок. Время этих людей текло гораздо медленнее, чем на поверхности. Но самое удивительное их ожидало при встрече с теми, кто почти два часа находился в полной тишине и темноте. И первые наверное 10 минут ощущений особых не было. Потом я почувствовал как слух начал более чутко прислушиваться к любым звукам, то есть любой шорох своей одежды он воспринимается уже как более громкий и кажется, что какие-то звуки посторонние. По ощущению времени мне показалось, что прошло 40 минут, хотя впоследствии выяснилось, что уже прошло больше полутора часов. Точно такие же ощущения были и у Ксении. Я даже не знаю, но она пролетела. В один момент была такая мысль, что вдруг не найдут. Почему? Ну, потому что я тут плохо ориентируюсь, я думаю, может быть, только кто-то они тоже плохо. Оказалось, что внутреннее время человека, лишенного возможности воспринимать звуковую и визуальную информацию, замедляется еще больше. На отрезке всего в полтора часа их время замедлилось почти вдвое. Другой эксперимент подтвердил феномен ускорения времени. Спелестологи решили расчистить от завалов один из гротов каменоломни. Работать собирались в течение трех часов. Через пять часов работы хранителю времени было сложно сдержать эмоции. Люди продолжали таскать тяжести еще час. Ускорение времени в процессе работы составило сто процентов. И такая монотонная тяжелая работа но с шутками прибаутками народ анекдоты рассказывает ворочают там ведра полные породы там машут лопатой тяжело. Время все равно замедляется. То есть мы шесть часов проработали а мы этого времени не ощутили. биологические часы участников эксперимента всегда стремились наверстать замедленное или компенсировать ускоренное течение времени. После ужина все пришли к выводу что уже заполночь и пора бы ложиться спать. Хранитель времени делает отметку на часах всего 22.00 ускоренное время вновь замедлилось. Исследователь и изобретатель машины времени Вадим Чернобров называет это эффектом сжатой пружины. С точки зрения закона сохранения энергии закона сохранения времени ничего не может ни нам ни никому бы то ни было даваться просто так бесплатно. То есть если какой-то орган позволил человеку побыть в слегка ускоренном времени а может быть даже и не слегка этот же орган должен как растянутая пружина должна вернуться в прежнее состояние этот же орган должен изменить время с обратным знаком примерно на такое же количество времени. результаты эксперимента в каменоломнях Конобеева подтвердили в темноте и в одиночестве время замедляется величину этого замедления можно вычислить из экспериментов Мишеля Сифра отсутствие привычных датчиков времени добавляет к жизни человека примерно час в сутки то есть за год жизни в таких условиях человек может увеличить продолжительность жизни на полмесяца немало однако есть и побочный эффект и это тоже следует из эксперимента Мишеля Сифра но после первого вот этого его эксперимента у него была тяжелейшая депрессия он долго лечился у психиатров и практически там пару лет его жизни было вычеркнуто так что ключ к долголетию находится явно не в изоляции от мира и все же управлять временем возможно хрономиражи случаи спонтанного перемещения и феномены сжатия ускорения времени в экстремальных ситуациях это наглядно подтверждают есть факты существования временных аномалий и огромное желание человечества научиться властвовать над временем а значит перемещение во времени скоро уже не будут считать выдумками и чудесами и а и и и и и и и и и Продолжение следует...